Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Иисуса Новина, 15 глава Перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала экзегет Ну, не самая интересная глава, прямо скажем Тут география почти исключительно Просто надо ее тоже для порядка прочитать Для утешения скажу, что 16-й будет ненамного интереснее И о чем идет здесь речь? О том, что все племена или колена, как они назывались в старых переводах Израиля получают определенные наделы Эти наделы определены свыше И как это практически выглядит? По жребию То есть бросается жребие, кто селится где В зависимости от размера племени Надел бывает больше или меньше И он уже не меняется То есть это место, где племя оседает навсегда Племя Неуды по всем его родам Достался по жребию надел, который на самом юге Примыкает к землям Эдома и к пустыне Цин Южная граница этого надела начинается у края Мертвого моря У южной оконечности моря Затем проходит к югу от скорпионного подъема Минует Цин и идет вверх, южнее Кадеш Барнея Далее граница минует Хицрон, поднимается к Адару Поворачивает к Карке, минует Ацмон, идет по египетской Ложбине и достигает моря Это ваша южная граница То есть всего Израиля Восточная граница это Мертвое море до самого устья Иордана Северная граница начинается от оконечности Мертвого моря От устья Иордана Поднимается к Бет-Хогле Проходит севернее Бет-Аравы И идет наверх к скале Бохана, сын Рувима Затем от долины Ахор поднимается к Девиру Поворачивает на север Гилгалу, что близь от Думимского подъема Проходящего к югу от ущелья Оттуда идет к источнику Эншемеш И достигает источника Рогель Далее граница идет вверх по долине Бет-Хеном Южнее Евуса, то есть Иерусалима Старое название Иерусалима До того, как он был завоеван Давидом Поднимается к вершине той горы, что западнее долина Хеном И севернее долина Рифаимов Долина Рифаимов такая вот Странная долина Рифаима Такие несколько сказочные персонажи Легендарные богатыри Затем сворачивает к источнику Мен-Эф-Туах Подходит к селениям горы Ефрон И поворачивает к Баале, то есть к Ирят-Иариму От Баалы граница сворачивает назад На запад горе Сеир Проходит севернее горы Ия-Рим, то есть Кесалон Спускается к Бет-Шемешу Минует темно Проходит севернее Крона Сворачивает к Шеккерону Минует гору Бала-Ала Выходит к Явна-Элу И достигает моря Западная граница это великое море Это граница земель, принадлежащих родам Иуды Ну, кому интересно, это просто взять карту И смотреть распределение территорий Между двенадцатью племенами или коленами Есть на многих библейских картах Отдельно оговаривается Мы в прошлой главе читали Калеву сыну Ифуне был выделен на дел на землях потомков Иуда То есть он получает вот такой отдельный кусочек Так повелел Иисусу Господь Это Кириат Арба То есть Хеврон Город Арбы отца Анака Один из городов довольно известных Калев отобрал этот город у трех анакимов Шишая, Ахимана и Толмая Потом Кафанака Ему еще отбить его предстояло Не просто так Затем Калев пошел в войну на жителей Девира Раньше Девир назывался Кириат Сефер Соответственно, когда израильтяне завоевывают То некоторые города переименовываются Калев сказал Кто победит и захватит Кириат Сефер Тому я отдам в жены мою дочь Ахсу Город захватил Отниел Потом Акиназа брат Калева И Калев отдал ему в жены свою дочь Ахсу Пришла Ахсаева и говорила Отниела Просить у ее отца участок земли Ну то есть город хорошо Но чем-то надо его кормить Должна быть территория сельскохозяйственная Что ты хочешь? Спросил Калев у Ахсы Когда она соскочила с осла Дай мне свое благословение Сказала Ахса От отдал мне землю в Нагеве и дальше источники И Калев отдал ей источники И верхний и нижний Мы не знаем точно где и какие Но без воды земля никуда не годится И вот Ахса такая Упорная девушка Которая от отца добивается Всего что нужно Такой яркий пример женщин В Библии не единственный Которые Хотя общество мужское и патриархальное Которые могут тем не менее В нем вполне добиваться своего результата Вот на тело родов племени Иуды У границы с Идомом в Нагеве Племени Иуды принадлежат селения Всего 29 селений и хутора вокруг них Обязательно надо все перечислить Потому что потом возникнет вопрос Чье селение какому роду принадлежит В Шефеле То есть перед Горьем Всего 14 селений и хутора вокруг них Всего 16 селений и хутора вокруг них Левна, Этер, Ашан, Ифта, Хашнаны, Цивки, Ила, Ахзивы, Мариша, всего 9 селений хутора вокруг них. Экрон, селения хутора вокруг него, селения, лежащие на запад от Экрона, рядом с Аждодом и хутора вокруг них. Аждон, селения хутора вокруг него, Газа, а также селения хутора вокруг нее, вплоть до Египетской ложбины и Великого моря. В горах Шамир, Ятир, Сохода, Анакир, Ятсана, то есть Девир, Анавы, Штемо, Аним, Гошин, Холон, Игило, всего 11 селений хутора вокруг них. Аравру, Май, Шан, Яном, Беттапуах, Афэка, Хумта, Кири, Атарба, то есть Хеврон, Ициор, всего 9 селений хутора вокруг них. Маон, Кармил, Зив, Ютта, Израэль, Йогдеам, Заноах, Каин, Гива и Тимна, всего 10 селений хутора вокруг них. Халхул, Бетсур, Гедор, Маарат, Бетанот, Элтекон, всего 6 селений хутора вокруг них. Текоа, Эфрата, то есть Вифлеем, ну вот знаменитый Вифлеем, у него другое название. Апиора, Там, Кулон, Татам, Хореш, Керем, Галим, Бетерем, Аханат, всего 11 селений хутора вокруг них. Кириат-Баал, то есть Кириат-Ярим и Равва, всего 2 селения хутора вокруг них. В пустыне Бет-Араваме, Дин, Сехаха, Невшан, Ирмелах и Энгеде, всего 6 селений хутора вокруг них. Потомки Иуда не смогли отобрать Иерусалима и Ивусеев. Ивусеи живут в Иерусалиме вместе с потомками Иуды и по сей день. Ну вот это смог сделать царь Давид, но текст, по-видимому, начал складываться до тех времен, когда это произошло. Вот про Иуда целая глава, такой большой у него надел и, соответственно, огромная территория. Про другие племена следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok